Ассаляму алейкум, рахматулла баракату, всем братьям и сестрам и дорогим друзьям. Надеюсь, у вас все хорошо, иншаллах. Я случайно наткнулся на одно видео и хочу им поделиться с вами. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели это. Это настолько мощное видео, братья. Вот просто подумайте, какая сила заключена в чтении Корана, что мимо проходящий человек, услышав его, переходит дорогу и просто падает на колени и начинает плакать. Давайте посмотрим это видео, и вы будете восхищены. С вами все. Все в порядке? Нормально все? Да. Вам нравится чтение Корана? Да, определенно. Что ты чувствуешь? Я чувствую, как пронизывается тепло сквозь мое сердце. Серьезно? Да, тепло чувствую. Правда? Пусть Аллах наставит тебя. Скажи «Аминь». Аминь. Аминь. Почему ты плачешь? Это очень красиво. Да, это красиво. Просто послушайте, насколько это красиво. О, Аллах. Ты заставляешь меня плакать тоже. То, что ты сейчас чувствуешь, это любовь. Хотя я не могу это видеть, но я чувствую. Это слова Всевышнего. Да, да, верно. Ля Иляхи Илля Аллах. Пусть Аллах наставит тебя. Субханаллах, как же это прекрасно, братья и сестры, в Аллахе. И вы можете видеть того, кто страдает от чего-то, неважно, что это может быть. Субханаллах. Но что Аллах говорит нам? Субханаллах. Братья и сестры, в Аллахе, каждый раз, когда слышишь речь Аллаха или же читаешь, ты задумываешься и открываешься Ему, как и сделала эта девушка. Всевышний всегда находится рядом с тобой. Если же ты, когда ты увидел расстояние между тобой и Аллахом, знаешь, что Он от тебя ни на сантиметр не отошел. Братья и сестры, Аллах любит нас, и Он хочет только благое для нас. Откройтесь Ему. Это было очень красиво, в Аллахе. Если бы кто-нибудь мог помочь мне связаться с этой сестрой, мы бы нашли ее и записали бы на курсы чтения Корана. В Аллахе, это было бы прекрасно. Если кто-то знает, кто она и как с ней связаться, вот этот человек, который записал это видео, «Пусть Аллах воздаст Ему благом». В Аллахе это было очень трогательно и растопило наши сердца. Это настолько мощно, что речь Аллаха, Коран, который является калямуллаха, обладает такой силой, что он вынуждает не мусульман переходить через дорогу. И миллионы людей на ютубе говорят об этом. Но христиане пытаются это копировать, используя псалмы. Но это не одно и то же, потому что это не является речью Аллаха. Какой прекрасный момент был. Пусть Аллах наставит ее, иншаллах. Пусть Аллах дарует ей высшую степень Джанната, субханаллах. И лишь услышав Коран, она почувствовала связь с исламом. Давайте представим себя вместо тех людей, кому помогаем. У них нет мечети, где можно было бы помолиться. Недавно они говорили нашему брату, что они готовы терпеть трудности по добыче воды и продуктов питания, если бы у них была мечеть. За каждый совершенный намаз в этой мечети нас ждет великая награда от Аллаха. Чтобы построить им мечеть, нам не обязательно отправлять по несколько тысяч рублей. Достаточно даже 10 рублей. Не упускайте эту возможность, ведь Садака Аль-Джария – наилучшая милостыня. Садак Аль-Джария – наилучшая милостыня.